Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи усилят контроль за мусорными контейнерами. Вывоз крупногабаритных отходов – это теперь отдельная статья. Нарушители будут выявлять с помощью камер видеонаблюдения. Синий малиново-зеленый – главный символ Кубани отметил вековой юбилей, а в честь военных в Сочи прозвучали орудийные залпы. Пати на шпинате. В Сочи состоялась самая массовая в истории города студенческая ЗОЖ-вечеринка. На Даянг в Сочи вышли 150 хаквандистов. На курорте разыграли медали чемпионата и первенство города Патхаквандо-Ите. Школы для одаренных детей, крупнейший медкластер, центры единоборств и патриотического воспитания. Вениамин Кондратьев проконтролировал, как идет реализация региональных приоритетных проектов. Губернатор провел совещание со своими заместителями и руководителями министерств и ведомств. На Кубани возведут сразу два образовательных центра для талантливой молодежи в Краснодаре и в Сочи. Сейчас по этим объектам ведутся подготовительные работы. Также в краевом центре построят медицинский кластер. Там планируют разместить реабилитационный центр и больницу скорой помощи. Губернатор отметил, в новом лечебном учреждении жители Кубани смогут в полном объеме получить самую высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы региона. Проект уже разрабатывается. В первую очередь решается вопрос с обеспечением кластера коммунальной и дорожной инфраструктурой. На совещании также обсудили, где можно разместить будущий центр единоборств. В трехэтажном здании планируются залы для различных видов борьбы, а также площадка для проведения соревнований. В Денском районе уже приступили к реализации проекта «Парка Патриот». Утверждены ответственные лица, а также дорожная карта. Один из главных краевых символов – флаг Кубани – отметил вековой юбилей. В честь праздника на Театральной площади Краснодара прошло торжественное мероприятие. Под звуки духового оркестра казаки почетного караула вынесли на площадь исторический символ региона, а затем был поднят современный флаг края размером 10 на 15 метров. Обращаясь к краснодарцам, губернатор отметил, что история флага – это история всего региона. За сто лет он стал неизменным символом уверенной и процветающей Кубани. Как и Кубань, так и флаг Кубани претерпел разное. Приходили одни, уходили другие. Кто-то добавлял что-то во флаге, кто-то убирал. Вот это время перемен, выяснение отношений, амбиций должно давно быть законченным. И оно закончено, потому что сегодня у Кубани есть флаг. Это символ нашего края, символ нашей земли и точка. Сегодня этот флаг знают во всей нашей большой стране. Он сегодня присутствует на всех наших мероприятиях. В мероприятиях страны, где есть представители нашего края, подымается флаг Краснодарского края. Известный, узнаваемый и признанный. Первый флаг появился на государственных зданиях во времена Кубанской Народной Республики сто лет назад. Стяг, который был утвержден законодательной радой, стал основой современного символа. У каждого цвета свое значение. Синий символизирует донских и линейных казаков, малиново-запорожских и черноморских, зеленый цвет горных народов. А в День защитника Отечества в честь военных в крае прозвучали праздничные залпы. На площадь памяти героев в Краснодаре пришли сотни горожан. К вечному огню они несли красные гвоздики. Отдать дань памяти и уважение павшим воинам приехали глава региона Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко. В церемонии возложения венков также приняли участие мэр Краснодара, руководители силовых структур и вице-губернаторы. Под звуки метронома сотни горожан почтили память защитника в Отечество минутой молчания. Затем военнослужащие Краснодарского территориального гарнизона прошли торжественным маршем. Своей жизнью заплатили за счастье светлое для нас. Памятные мероприятия прошли и в Сочи утром к мемориалу. В завокзальном районе пришли сотни сочинцев. Это в этом мемориале я вижу сгоревший танк, сгоревший Смоленск, сгоревшие русские хаты. И здесь памятенецкий поклон русскому солдату. К памятнику пришли ветераны разных войн, военнослужащие, представители силовых структур, простые сочинцы, а также бойцы юнармии и воспитанники военно-патриотических клубов города. Они готовятся, они уже придя на службу, на военную службу, они уже более подготовленные ребята. Ну и у них любовь к отечеству развивается лучше, намного. Я участвую в военно-патриотическом клубе и у нас направлено более военное. И поэтому после этого даже пойду поступать на военного. И даже сейчас чувствую себя защитником отечества. Память тех, кто защищал родину, ценой своей жизни почтили минутой молчания. После возложили цветы и венки к вечному огню. В Сочи усилят контроль за мусорными контейнерами. Точнее, за тем, что появляется рядом с ними новый региональный оператор по сбору мусора. Край жилком ресурс в Сочи будет работать только с твердокоммунальными отходами. Что касается крупногабаритных отходов, в том числе и строительных, то их вывоз – это отдельный договор и отдельная статья расходов. Подробнее расскажет Елена Авсецина. Все, что попадает в контейнер спецавтохозяйства по уборке города, будет вывозить и дальше по утвержденным тарифам. А вот то, что выгрузят около площадки, а чаще всего это строительный мусор, должно вывозиться по специальным договорам. Проще говоря, снес стену, демонтировал сарай, вызывая отдельно бригаду САХА. Если такого договора нет, а отходы сброшены у контейнеров, как это часто бывает в дело, вступит административная инспекция. В прошлом году было составлено более 550 протоколов об административных правонарушениях. Размещение крупногабаритных отходов в обычные мусорные контейнеры не допускается. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность согласно закону Краснодарского края об административных правонарушениях. Штраф за нарушение данных правил составляет для граждан от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 2 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц от 15 до 50 тысяч рублей. Штраф для граждан, конечно, небольшой, вот и нарушает правила благоустройства, хотя за эти же деньги можно без проблем вывести отходы. Например, вывоз одного 50-килограммового мешка стоит 316 рублей, плюс работы грузчика, если не готовы сами нести 70 рублей за один мешок. Тем более в ближайшее время с приходом регионального оператора все, что стоит рядом с контейнером, так и останется стоять. Мы прекратим с приходом регионального оператора, потому что региональный оператор – это оператор с твердыми коммунальными отходами. Он будет заказывать услугу по вывозу твердых коммунальных отходов и САХ по уборке города будет осуществлять вывоз строго по техническому заданию регионального оператора. Фактически мы будем вывозить отходы, попавшие внутрь контейнера. Подлежать вывозу будут только отходы из контейнера и просыпавшиеся во время погрузки. Новый региональный оператор по сбору мусора, который выбран в рамках реализации федерального закона – это предприятие «Крайжилкомресурс». Оно сейчас занимается приемом базы абонентов и формированием тарифа. Работа завершится весной. К этому же времени усилится работа контролирующих служб. Нарушители будут выявлять в том числе и при помощи камер видеонаблюдения системы «Безопасный город», в зону действия которых попадает много контейнерных площадок. Более того, в рамках федерального проекта «Умный город» предполагается увеличить количество таких камер, в том числе и в спальных микрорайонах. Это позволит быстро выявлять и штрафовать нарушителей, которые привозят строительный мусор к контейнерным площадкам. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Кредиторы Мацестинского чая подали еще одно заявление в суд. В арбитражный суд Краснодарского края поступило заявление от кредиторов о привлечении к субсидиарной ответственности за долги Мацестинскую чайную фабрику Константина Туршу. Суд назначил предварительное разбирательство на 18 июля. Как пишет интернет-портал Кубань24, представитель совета директоров компании Мацестинский чай заявил, что арбитражный суд края предписал арестовать счета и недвижимость предприятия. Напомню, в марте прошлого года арбитражный суд ввел в отношении чайной фабрики процедуру наблюдения. Напомню, ранее руководители предприятия сделали официальное заявление о рейдерском захвате и подчеркнули, что задолженность перед банком выросла вследствие мошеннических действий ряда бывших сотрудников предприятия. Отмечу ООО «Мацестинская чайная фабрика Константина Туршу» в Сочи – одно из крупнейших в России предприятий по переработке чайного листа. 17 протоколов за два дня – таков предварительный итог профилактической операции технеисправности. Она проводится на территории всего Большого Сочи. Внимание инспекторов ГИБДД направлено на выявление автомобилей с неисправностями или оборудованных с нарушениями требований. Особое внимание к транспорту, перевозящему пассажиров и грузы. Со всеми водителями полицейские проводят разъяснительные беседы, а иногородним напоминают об особенностях вождения на местных горных дорогах. Лишь за два дня проведения операции инспекторами технического надзора было составлено 17 административных материалов, из них за технеисправность – 13. Выявлена машина с газобаллонным оборудованием, которое установлено без разрешительных документов. Теперь водителю придется демонтировать баллон. Еще один автомобиль, только уже с неисправным рулевым управлением, перемещен на спецстоянку. Кроме того, выявлены два водителя, которые были лишены прав, но сам документ не сдали. Нарушителей доставили в суд, по решению которого одному из водителей вынесен штраф в 30 тысяч рублей. Приговор второму – 100 часов обязательных работ. В Крае стартовала неделя женского здоровья. С 25 февраля пройти бесплатное обследование женщины могут во всех поликлиниках города. Врачи принимают без талона и предварительной записи. Онкогинекологи, дерматологи, лор-врачи, мамологи и другие специалисты проконсультируют всех желающих. Медики проведут диагностику кожи, щитовидной железы, слизистых оболочек, лимфоузлов. Особенно ждут пациенток старшего возраста. Медики отмечают, что после 50 лет риск возникновения злокачественных опухолей возрастает на 75%. Пациенты, у которых при обследовании в смотровом кабинете будет выявлено подозрение на онкозаболевание, направят на углубленное обследование. Акция продлится до 1 марта включительно. Напомню, неделя женского здоровья проводится в рамках проекта «Кубань против рака». До этого на Кубани неделю бесплатно обследовались мужчины. В Сочи состоялась самая массовая студенческая ЗОЖ-вечеринка за всю историю города. Несколько сотен студентов приняли участие в уникальном проекте городского студенческого совета «Пати на шпинате». Ни скучных лекций, ни круглых столов, ни норовоучений, а еще никакого алкоголя и табака. Только музыка, безалкогольные напитки, фитнес, здоровая еда, целых шесть фото и велкам-зоны, невероятное количество призов. Главным же героем вечеринки стал здоровый образ жизни во всех его проявлениях. Участники, а это студенты сочинских вузов и СУЗов, отжимались, поднимали гири, стали в планке, танцевали под зажигательную зомбу, играли в квест. Цель организаторов, а это городской студенческий совет и управление молодежной политики, показать, что драйв и отличное настроение можно получить без пристрастия к вредным привычкам и отдыхать с друзьями без какого-либо допинга. Мероприятие открыли заслуженный работник здравоохранения Кубани, доктор медицинских наук Кирилл Гордон и директор департамента по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Сочи Александр Петухов. С 2016 года в России стабильно фиксируется снижение потребления алкоголя. Наблюдается устойчивая тенденция к тяготению молодежи к здоровому образу жизни. Мы наблюдаем, что сплошь и рядом молодежь, учена спорта, спортзал забиты. У нас очень много молодежи, которые умеют радоваться и отдыхать без алкоголя. В рамках конкурсной программы вечеринки «Пати на шпинате» студенты представили визитки, видеоролики, творческие номера о том, как практикуют здоровый образ жизни. В числе призов – экстремальные походы, билеты на хоккей и футбол, сертификаты на посещение фитнес-клубов, курсов самообороны. Трезвая вечеринка показала то, что город-курорт Сочи живет новой жизнью. Сегодня здоровый образ жизни является приоритетным для нашей молодежи. И те проекты, которые реализуются на территории нашего города, будут востребованы и дальше, и дальше. В планах нашей также проведение спартакиад среди учебных заведений. Российские саночники победили на этапе Кубка мира в Сочи и взяли шесть медалей высшей пробы из семи возможных. Заключительный этап Кубка мира принимала сочинская Олимпийская санобобслейная трасса. Героем Кубка мира в Сочи стал Семен Павличенко. Только за воскресный день он выиграл три золота в личной гонке, эстафете и спринте. Спортсмена горячо поддерживали на трибунах жена, два сына и сотни болельщиков. 27-летний саночник возглавил общий зачет Кубка мира. Я поеду, там 16-17 вираж, вот в конце, там стоят люди и кричат. Это прям кайф. Я слышал, как они орут, как будто у меня педаль газа есть в санях. Я такой, нажал на нее и ускорился. Перед соревнованием я ставил свою личную цель в 51 секунду выйти единственным. Он будет сегодня единственным, кто выйдет в 51 секунду. И у меня это получилось. Я сделал хороший отрыв. Получил офигенный результат. Еще одна звезда соревнований – Виктория Демченко. Сезон для нее складывался тяжело, были серьезные травмы. Но в итоге два золота в спринте и эстафете и серебро в классической гонке. В целом россияне завоевали в Сочи 6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые награды. Главные соперники нашей сборной на международных турнирах немцы увезли домой только одну медаль высшей пробы. Заключительный этап Кубка мира в России – это, по сути, тестовые соревнования в преддверии Чемпионата мира 2020 года, который пройдет здесь же, на сочинской санно-бобслейной трассе. В Сочи в эти выходные разыграли медали Чемпионата и первенства города под Хэквандой ТЭФ. Турнир открыт, и поэтому в состязаниях, кроме сочинских спортсменов, принимали участие и гости из соседней республики. За ходом соревнований наблюдала Ольга Десятого. Более 150 спортсменов из четырех районов Сочи – Республики Абхазия. Таков состав и география участников первенства города под Хэквандой ТЭФ. Турнир провели в эти выходные в День защитника Отечества. Эти состязания долгожданные, в первую очередь, для самых юных спортсменов. На Даянг они выходили не столько за медалями, сколько за соревновательным опытом. Первенство города – это шанс проверить себя и повысить спортивное мастерство. Соревнования проходят традиционно. Теперь большими соревнованиями для начинающих. То, чтобы они здесь обкатались, посмотрели, набрались опыта на более крупные соревнования. Такие, как краевые, всероссийские, которые пройдут нас в апреле. Впрочем, в турнире участвуют не только юные, но и опытные спортсмены. Арсений Хламов – чемпион Южного федерального округа под Хэквандой ТЭФ. На турнире у него две задачи – на уровне выступить в спаррингах и не менее достойно оценить ход поединков своих более юных коллег. По традиции, ребята постарше выступают на первенстве в качестве судей. Знаете, в детстве, когда ходишь на спарринг, и всегда это казалось, что это только достойные имеют право судить. И вот оттуда, с детства, появилось это желание к судейству. С каждым годом, отмечают организаторы, интерес к ТХэквандо в Сочи только растет. Уже сегодня в двух спортивных и одной общеобразовательной школе этим видом единоборств занимается порядка тысячи детей. Помещений достаточно во всех районах города Сочи. То есть ребенку даже в принципе передвижение можно достойно найти себе базу и заниматься именно ТХэквандо. То есть как бы и федерация сильная, она вкладывается в это во все. И то есть каждая база, она соответствует. А уже в апреле стартует важный турнир для первых номеров сборной города – краевые соревнования под ТХэквандо. Состязания станут отборочными на Кубок России, который пройдет в Екатеринбурге. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях, в группах новостей Сочи ФКТ, в Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей, студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...